Это что такое? Это что такое? Деньги. Сколько? Ну, как ты думаешь? Ну, за один доллар. Миллион долларов? Не знаю, какая тысяча, может быть... Четыре, я думаю... Много, да? А в кодах? А в кодах? Где? А почему... Доллары? Ну, потому что мы в велике. Тут доллары и памятники. Почему по одному? Ну, вот так вот. Как, нравится тебе? Да. Ты большой тракт будешь рулить, да? Да. Ах, все нравится. Ого. Dodge Run 3500 Heavy Duty. Уминс. Турбодизель. Мощная тачка. Приехали, вот, опять меня привезли, зачастил. Я домой, вчера был дома. Позавчера был дома. Сегодня. Вот, везут такие тоже большие Heavy Duty. Ну, это не Heavy Duty. Это просто 2500 HD. Chevrolet, сервер Радо. Вот. Хе-хе-хе. Тут можно вот и недалеко ездить, в принципе. Локально тоже возить машины. Ну, то есть, недалеко возять. Каждый день быть дома, в принципе. Ночевать. Проезжать. Видно? Видно? Вон, ага. Ну, все. Распаковываемся. Привезли коммерческую технику из одного. Вместо коммерческой техники в другую. Так вот это все распаковывается дело. Устаются крючки. С колеса снимаются. Все. Два въезда у них там. Один и здесь. Один. Сколько здесь стоит всего? У них тут места уже нет. Их ставить. Они все ставят и ставят. Ну, вот. Красавчик Mercedes GL 450 2017 года. Все очень здесь так. Классно, круто. У них коробка передач прямо на руле вот здесь вот находится. Просто кнопочками нажимаешь. Все. Сейчас я запаркую. В идеальном состоянии машина. БУшная. Ну, в идеальном состоянии. GLS. GLS 350. Все, все. Здесь не очень удобно парковать. Сюда внутрь не заехать. Там нигде развернуться. Красавчик. Ну, все. Загрузили. Собрали рампы. Закрепили. Вот так вот берется, натягивается. Затянул. Все отлично. Нафоткали. Инспекцию сделали. Продавец подписал. Все. Поедем. Сейчас оставляем пикап трак здесь на парковке. Я снял стропы. Здесь они были. Положил их вот сюда. Сейчас сложил внутрь. Сейчас еще кое-что нужно взять отсюда. В принципе, здесь закрепил эти штуки для съезда. На замочек поставил. Чтобы никто их не стыгал. Хотя, кому если надо, то могут разгрызть, конечно, замочек. Но я думаю, что все будет хорошо. Все. Сейчас кое-что еще возьму. И две недели отдыха. Праздники в Америке. Крисмас и Новый год. Так, ну что. Обзор небольшой Toyota Highlander 2016 года. Американская сборка. Вот так вот он выглядит. Я думал, он побольше. Он, на самом деле, небольшой. В достаточно неплохом состоянии. Сейчас мы посмотрим его салон. Как выглядит. Так. Ну что мы здесь видим. Оттаканники. Ручка, кстати, интересная. Такая вот. Полностью электронное сиденье. Закрыли. О! Ничего себе тут место-то. Тут два сиденья, оказывается. И третий ряд сиденья тоже есть. Да, не очень чисто. Конечно. Ну, it's ok. Надо вот это вот включить. Угу. 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 Выключить. Ну что, заводим. С кнопки. Заводимся с кнопки, да? На тормоз. Ага. Да. Завелись. Welcome back. Вот так вот все загорается здесь. Полностью управление на панели. На руле. Музыка. А круиз где? Круиз. Вот он здесь. Круиз здесь. Так, ну. Наверное, обогрев есть сидений. Да, обогрев сидений тоже есть. Помощь при спуске. Включение-выключение. О, интересно. Интересное место для подлокотника. В подлокотниках он не открывается. Вот так вот разъезжается. Окей. Давайте сзади посмотрим, что у нас есть сзади. Так, надо открыть. Открыть. Вот так вот выглядит сзади. Они трансформеры. Они складываются. Да, отъезжаются. И задний ряд еще есть. Ну, он семиместный получается. Смотрим багажник. Автоматически открывается. Да. Задний, ну, багажник достаточно просторный. Если мы, конечно, поднимем сиденье. Сиденье, кстати, маленькие какие-то, да? Да, ой, маленькие сиденья вообще. Не очень, не очень. Как-то не очень убирается еще. Ну, вот так вот, в принципе. Задний климат-контроль тоже есть. Загружают, короче, его на такой тауинг. И сейчас будем как-то ставить сюда. В общем, у них таунг не работает. Я еле-еле два часа прождал. Приехал чувак, который решил мне помочь. Ну, в общем, сейчас будем ставить как-то. В общем, пытаемся загрузить эту штуку. Пока не очень получается, но пытаемся. МОСКВА МОСКВА Пригород Нью-Йорка. Многоэтажки. МОСЕЛОСЯ Субтитры делал DimaTorzok Немножко отдохнул, ночь переночевал и дальше поехал. Приехал, забрал машины на фабрике. Машины не на фабрике, здесь из них делают коммерческие авто. То есть покупают у завода базы, а на базы ставят всякие штуки. У меня вот такие будут, два пикапа, это Chevrolet Silverado, новенькие, вообще нулевые, на пробег. На них поставили такие базы. Но мне нужно еще скинуть две машины, вот эти вот. Я приехал, поэтому забрал, они мне их выгнали туда, за территорию, потому что они в четыре закрываются, и я не успеваю. Я эти машины скину, и уже потом приеду за этими и поеду дальше. Да, когда скидываешь машины, заставляешь их к заказчику, а это очень часто частные лица, которые покупают с автосалонов, с площадок для продажи. И приходится ждать, приходится ждать долго. Договариваешься, вроде приезжаешь, но он говорит, я опаздываю, но приходится ждать, что делать. Плюс у меня еще машина не заводится, ключики, не видит ключика, скорее всего батарея, к которой внутри она села. Как бы аккумулятор севшим, у меня есть стартер такой, но ключа не видит, поэтому толку от этого стартера у них никакого. Поэтому сейчас приедет, в общем, хозяин, и он поедет покупать батарейку, чтобы все успеть купить. Уже полчаса жду. Мне еще надо еще одну машину, надо еще целый час, больше часа везти, сдавать. А потом еще забирать, в общем, эти два пикапа коммерческих. Нахожу, что я их забрал сейчас, значит, бы я никуда не успел. Но они там будут стоять, пока я их не заберу, в принципе, уже поздно будет, я их заберу, темно уже будет. Так вот. Да, вот такие вот трафики в больших городах. Можно ехать очень долго. Это Асланта. Развязки тоже очень крутое, мы были очень высоко. Сейчас спускаемся. В Нью-Йорк проезжал, там вообще жесть, развязки уже. Вот такие вот душики здесь. Северный город в штате Огайо, Кливленд. Тот же снежочек. Вот все такое более классическое. Домики тоже классические. Город снегом. Кливленд находится на берегу Мичиганских озер. Северный. Через который проходят границы с Канадой. То есть, опять мы рядом, рядышком с Канадой находимся. Ну вот как раз. Это огромное озеро. Все в дынке. Прямо по берегу. По берегу. Менение сейчас. Начался снегопад. Еще заметает. Он был сильнее. Сейчас поменится там. Вот. В Америке бывают где-то какие дороги. Это, кстати, штат Нью-Йорк уже. Уже уехали. На севере Нью-Йорка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Такие здесь дома. Квартиры. Как в России. Это не... Ну вот он, Бостон. Город городом. Такие вот здания. И домики совсем другие. Не так, как у нас в глубинке. Старые двухэтажные узенькие домики. Копа так переводит тачки. Они убитые. Возят тут куча тачек вообще. Сейчас покажу вам, как их возят здесь. Вот так здесь играют с ними машинами. Играючи и ходят. Он вообще вес это, когда прыгал. Вообще, это жесть. Забрали мы, значит, этот красный Сантера. Байерном. Короче, за 2000-2013 года за 2000 долларов. Не знаю, что с ним. Зеленый 2000 долларов. Вот это. Это концерк. Вот так гоняют эти. Вообще можно смотреть и поражаться их непритости. Как они эти машины, короче. Дыж, дыж. Туда, сюда, сюда, туда. Вообще. Тут так красиво. Это аукцион Монхейн. Тут очень много машин. Здесь не битые машины. Дали вот такую штуку. Говорит, пат называется. Мне нужно определить ребятам. После этого они мне пустят на территорию, чтобы я мог забрать машину. Но еще нужно найти ее. Короче, обломчик небольшой. Но мощный, но и к лучшему. Потому что иногда нужно искать эти машины. Здесь вот такие километры, в общем, этих машин. Километры просто. Иногда нужно их искать. Долго очень. Но находишь по часу, по полтора, находишь и везешь. Ставишь на трейлер. Сейчас машина оказывается не на ходу. Не знаю, что она не работает. Что-то у нее, в общем, не заводится. Поэтому мне ее привезут форклифтом. Поэтому нужно подождать. Первый раз здесь на Монхейне. Такое обычное. Только на Копорте разбитые тачки привезут. Вот, сейчас здесь я буду стоять ждать, пока мне привезут. Ранджровер, кстати. Ранджровер.